МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь для погорельцев. Открыт сбор средств пострадавшим при пожаре в селе Гагатли Ботлинского района. Бегом в горы. Дагестан в пятый раз примет всероссийский массовый забег по горной местности. Подробнее в спортивном блоке новостей. В Дагестане стартовали восьмые выборы президента Российской Федерации. В республике открылись более 1800 избирательных участков. Право голоса, по данным избиркома региона, имеют порядка полутора миллиона граждан. Обеспечивать прозрачность и честность выборов будут более 6000 наблюдателей. А камеры видеонаблюдения установлены почти на 700 объектах. Проголосовать дагестанцы, как и все россияне, смогут в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Участие в голосовании принял ему в Терреспублике шейх Ахмад Афанди. Свой выбор за будущее страны он сделал на участке для голосования номер 1155, расположенном в здании дошкольного образовательного учреждения на Абдул-Хакима Исмаилова. Вместе с духовным лидером мусульман свою гражданскую позицию проявила и его супруга Айна Гамзатова. А наша съемочная группа тем временем отправилась в один из самых труднодоступных населенных пунктов республики, чтобы рассказать, как там было организовано главное политическое событие года – слово Салии Магомедовой. Это самое высокогорное село не только в Дагестане, но и во всей России, и даже в Европе. Оно расположено на склоне горы Шалбуздаг на высоте почти 2600 метров над уровнем моря. Да, мы в Куруши, и здесь тоже выбирают президента страны. По дагестанским меркам это село маленьким не считается. В окружении величественных гор, а помимо Шалбуздага, это Ярдаг, Базардюзю, Несендаг, Рагдан, Чарун. Здесь на постоянной основе проживают чуть более 500 человек. Что интересно, избирателей в ауле больше, их 707. С раннего утра они приходят на участок, чтобы проголосовать за одного из четырех кандидатов на должность главы государства. Касуму Алимову 30 лет, и это его вторые выборы президента России. Мужчина считает, что таков долг каждого гражданина – прийти на голосование. Касум заведует местным фельдшерско-акушерским пунктом. Он живет в селе всю свою жизнь. По его словам, здесь произошло много позитивных изменений, но вместе с этим есть проблемы, которые требуют решения. Ну, пока что большие такие недостатки нету. Но если сделать дорогу, если проведет газ, то будет очень хорошо. Потому что мы живем в горах, нам трудно здесь жить. А если дорога будет, если газ будет, то будет очень хорошо. Вода у нас есть, свет тоже есть. Надо голосовать каждый раз, потому что президент – это очень важно. То, что происходит в государстве, все зависит от президента, поэтому надо голосовать. Такого же мнения придерживается один из Аксакалов села – 67-летний Играмидин Кишиев. Он в числе первых принимает участие в главном политическом событии страны. Я голосовал за будущее России, чтобы было все благополучно, нормально. Чтобы хорошие были пенсии, чтобы были хорошие, и чтобы все были нормально. Важный вопрос – решается судьба народа, судьба России. Мы голосуем за это. Избирательный участок в Куруша открыт на базе спортивного зала. За ходом голосования здесь следят 7 человек. Это председатели, члены комиссии, а также общественные наблюдатели. Говорить о явке избирателей пока рано, потому что первые результаты будут только через несколько часов. Но, как отмечают сами организаторы, не все местные жители еще пришли на голосование. Но для этого у них есть еще два дня. Выборы продлятся до 17 марта включительно. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Докуспаринский район. Благотворительный фонд «Инсан» объявил экстренный сбор для семьи погорельцев. Накануне в Ботлихском районе произошел крупный пожар, где огонь уничтожил два частных дома. К счастью, пострадавших нет. Однако 11 человек, среди которых семеро детей, остались вмиг без крова. Сейчас они нуждаются в поддержке неравнодушных людей. Подробности в сюжете Тамары Самедовой. Для семи Зульпукаровых из села Гагатли вчерашняя ночь была тяжелой. Внезапно в доме, в котором находилась мать с четырьмя детьми, среди которых один инвалид, началось возгорание. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электропроводах. Огонь мгновенно перекинулся на соседний дом, где проживали супруги с тремя детьми. В результате жилое строение общей площадью 120 квадратных метров сгорело дотла. К счастью, члены обоих семей смогли вовремя покинуть помещение. Комната – это один дом получается, плюс еще второй дом. Это под одной крышей два дома. И еще один дом рядом тоже сгорел. Этого дома четверо детей, они тоже были дома. Никто не пострадал, все вышли, ничего не вытащили. Большой пожар оставил без крыши над головой 11 человек. Они нуждаются в поддержке каждого из нас. Благотворительный фонд «Инсан» по Ботлихскому району просит всех, кто в силах оказать максимальную поддержку в этот священный месяц. И объявляет сбор в 200 тысяч рублей. Тамара Сыметова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Ботлихский район. Герои моего времени и варвары. Хроника современной жизни. Книгу под таким названием презентовал Махачкале накануне известный дагестанский журналист и педагог Алик Абдулгамидов. На мероприятии в Национальной библиотеке собрались и друзья, коллеги и близкие авторы. Он поблагодарил всех за то, что они разделили с ним его значимое событие. Пятая по счету книга Абдулгамидова посвящена героям, тем, на кого должно равняться современное поколение – летчикам, писателям, корреспондентам, общественным и государственным деятелям. Вот по 40-м лет журналистике было очень много интересных встреч с замечательными людьми. Многие стали моими друзьями. И со временем возникло желание написать книгу, чтобы об этих людях знал не только я. Богослов Идрис Асадулаев провел встречу с активистами Хунзахского района. В самом начале для гостей организовали обзорную экскурсию по отделам Уфтеатра, рассказали об особенностях работы отделов духовенства. Затем в конференц-зале состоялась беседа богослова с выходцами из Хунзахского района. Участники мероприятия – спортсмены, религиозные и общественные деятели. Что нам нужно вместе сегодня делать для того, чтобы выходцы Хунзахского района не стали наркоманами, не стали вести развратный образ жизни, чтобы молодежи Хунзахского района не убивали, не были убиты, не попадали в разные автокатастрофы, нарушая правила дорожного движения. И желание, цель, чтобы вы вместе включились, вместе с имамом, со старшим молодежью, дабы спасти нашу молодежь. Ранее в здании Уфтеатра была организована встреча и с представителями Гунибского района. Кроме того, планируется еще ряд подобных мероприятий с выходцами из разных территориальных округов Дагестана. Их объединяет одна тема – создание проектов для духовно-нравственного оздоровления молодежи. В ритме бега Дагестан в пятый раз примет всероссийский массовый забег по горной местности. Мероприятие пройдет с 19 по 21 апреля и соберет 2700 участников. Как и в прошлом году, спортсмены в зависимости от выбранной дистанции пробегут 15, 35, 65 и 120 километров по территориям Лагского, Гунибского, Левашинского, Гиргебельского и Унцукольского районов. Самой массовой по количеству участников – 1000 человек – будет дистанция на 35 километров. 200 человек пробегут 120 километров. Ожидается, что на старт забега выйдут бегуны из более чем 50 районов России. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Хороших выходных и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok